Дорогие слушатели Адмирал Маркет, слушатели наших вебинаров, те кто читает нашу аналитику, с этой недели мы начинаем по понедельникам вместо текстового формата записывать видео и вся неделя, все фундаментальные факторы, весь календарь вы сможете видеть в видеоформате предстоящие наши события, уровни, все это будет более доступным, более понятным и простом видеоформате. Вместо того, чтобы читать длинные тексты, вы можете в 10-минутном ролике узнать все, что нас ждет на этой неделе. Итак, начнем. Для этого я открыл календарь Адмирал Маркет на этой неделе, на будущей неделе, точнее, потому что сегодня воскресенье, ночь. Нас ждут сразу несколько событий, причем достаточно важных. Со вторника у нас выйдет по Британии уровень инфляции. Почему это важно? Ну, во-первых, последнее решение Банка Англии, точнее, никакого решения не было, было лишь голосование на этом заседании и протокол показал, что один из членов все-таки за повышение ставки. После публикации протокола вышли данные по инфляции прошлые, они оказались достаточно сильными, инфляция была, как вы видите, здесь 2,3%. Это говорит о том, что инфляция наступает и Банку Англии придется с этим считаться. И уже тут не столь важен будет эффект от Brexit, сколько, собственно, инфляция, потому что повышение ставки, вообще вся монетарная политика, она преследует две цели. Борьба с инфляцией и стимулирование экономического роста. Ну, в данном случае Банк Англии был нацелен на вторую цель, на стимулирование экономического роста, а тут неожиданно инфляция начала свой рост. Так что посмотрим, какие данные выйдут на этой неделе. Рынки ждут 2,3%. Я буду останавливаться только на основных событиях и макроэкономической статистике, поэтому некоторые данные я буду пропускать. Среда по той же Британии выйдет в уровень безработицы, но это не столь важно на фоне инфляции. Наверное, рынки мимо ушей пропустят эти данные. Четверг у нас Мичиган предварительный. Тоже не столь важно, потому что все эти данные давным-давно уже на своих максимумах многолетних, и ничем уже рынке не удивит новый рекорд по индексу доверия потребителей Мичиганского университета. Вот в пятницу такая же статистика по штатам уже, инфляционная статистика, очень важная, причем вместе с розничными продажами, что тоже носит инфляционный характер, дает нам понимание того, как вели себя потребители и как это может сказаться на ценах. Почему это важно уже для штатов? Потому что последние данные по рынку труда оказались не совсем однозначно трактуются. 98 тысяч ожидали 180, в два раза меньше, чем ожидалось. И лишь инфляция может убедить ФРС повышать ставки в том темпе, в каком она собиралась. Тут нужно учесть еще такую вещь, что ФРС недавно объявил о сокращении баланса своего. То есть те облигации, которые они долгое время покупали, они могут отказаться, не только отказаться от покупок, они отказались давно, они могут начать продавать эти облигации. И тогда на рынок хлынет несколько триллионов. Если хотя бы половину этого объема распродавать, то 4,5 триллиона у них на балансе, половина это 2 с лишним триллиона. Так что нужно учитывать и этот фактор. Чем хуже сейчас экономика, тем маловероятнее то, что ФРС будет продавать облигации своего баланса прямо сейчас. Они не намечали прямо сейчас это делать. Скорее речь шла о конце года. То есть говорилось позже в этом году. Когда позже и сколько данных никаких не было. Так что пятничные данные могут нам дать понять, как ФРС может действовать, как скоро он будет продавать, скоро ли и что делать со ставкой. Будет ли она расти теми темпами, которыми она росла. То есть 2 повышения на конец года ждет. Рынок все еще ждет. Давайте посмотрим на другой календарь, который не на сайте Admiral Markets. Тут он только по США. Да, это предыдущая неделя. Я открою текущую неделю. Ну, вы видели уже, что ФРС, не ФРС, а нонфармы вышли достаточно слабые. Об этом мы сейчас не будем говорить, потому что это уже было, прошло, реакция рынков была. Я позже покажу, почему она была в сторону повышения доллара. Казалось бы, все должно быть наоборот, ну, по курсу евро и USD, по крайней мере. Что мы видим на 10-14 апреля? Здесь еще CPI, Core CPI, но это понятно, у нас в календаре тоже есть. Retail Sales тоже есть. Да, нефть. В среду выйдут запасы для тех, кто торгует CFD на Futures. Очень важный, наверное, период. Да, сейчас по запасам идет борьба в головах инвесторов и спекулянтов. Такая борьба двух идей. Бычей в сторону решения ОПЕК о продлении, потому что скоро заканчивается тот период, когда они сокращали квоты. И медвежья идея о том, что запасы растут, количество буровых растет на этой неделе. Снова увеличились буровые, по-моему, на 10 вышек. Уже стабильно они растут, чуть ли не с мая месяца. По газу будут в четверг данные, ну, как обычно, здесь ничего нового. И PPI, то, чего не было в календаре Admiral, точнее, он есть в календаре Admiral Markets, просто он не относится к числу важных данных. Ну, здесь все данные, все основные, не самые важные, а как бы средней и высокой важности. Ну и, наверное, все. Экспортные и импортные цены – это тоже инфляционные показатели, так что вся неделя будет такая инфляционная. Да, экспортные и импортные цены, PPI, CPI, Core, CPI, Retail Sales – все это нам даст понимание, как сильно растет инфляция в США. И я хотел бы вам в двух словах сказать, почему реакция по евро, падение евро и USD, я бы считал вполне нормальным. Тут, скорее всего, скорее всего, речь идет о том же балансе ФРС. То есть, рынки поняли, что с 98 тысячами новых рабочих мест так быстро сокращать балансы ФРС не будут, на рынок не хлынет огромный объем продаж, и поэтому рынки немного успокоились, потому что этот фактор пугал. И S&P, вы видели, упал в день объявления, публикации, точнее, протокола, где, собственно, было сказано, что баланс будут разгружать. И позже евро, собственно, падает на той идее, что ФРС будет вести себя достаточно аккуратно и так быстро на распродажу не пойдет. Но как на самом деле будет обстоять дело и какие будут сроки повышения следующего шага, повышения ставки, и когда будет все-таки баланс разгружен и будет ли, пока точно никто не знает, даже ФРС сам не знает. Итак, хорошей вам недели. Это были основные важные макроэкономические данные этой недели и основные тренды, которые нас могут ждать. Об этом я не говорил, об этом мы будем позже писать в аналитике своей. Этот вебинар, точнее, не вебинар, а этот видеоролик ставит целью лишь вкратце, очень быстро, в быстром формате вам рассказать о том, что будет происходить на этой неделе, чтобы вы не копались в календарях, не пытались трактовать это как-то по-своему. Спасибо за внимание. Читайте аналитику, смотрите наши вебинары. Продолжение следует...